тема сегодняшнего ролика очень интересный материал про двух очень беседа двух очень интересных людей это денис капталь человек с хорошим очень мышлением с таким видением того что происходит с восприятием интеллектуальным того что происходит а второй это наш анатолий клёсов это светило генетики это человек умничка замечательный человек его заслуги просто неоценим это человек который довел генетику до такого уровня популяционную генетику что она сейчас объективно нам подтверждает или опровергает какие-то моменты по истории она позволяет исторические материалы переводить в разряд точных она говорит это генетика было была такая-то динамика было такое-то смешение народов или не было на такие-то переселения возможно невозможно это вот просто реальные материалы люди очень замечательно но сейчас хотел отметить один момент ну люди оба человека за здравый смысл за интеллектуальное развитие нашей страны нашего народа но ссылается товарищ клёсов у нас в ряде моментов на лженауку это печально когда такие люди люди такого масштаба марают себя причастностью к лженауке он пытается отрицать что уже наука как фактор существует он говорит что это либо наука либо не наука ну вот сейчас мы ему показан что есть лженаука это тот материал которые серьезные люди серьезно ученые выдают за научной на самом деле это большая стыдная ложь на которую ребята ссылаются смотрим момент 32 минута 33 ролик происхождение левитов что говорит наука поэтому то же самое там то же самое что мы скажем когда вот большой взрыв образование вселенной но никто же он не даст датировку точно до 100 лет говорю вообще речи этом миллиардами лет оперируем это многие вещи там довольно сложный ну какая там истина вот ситуация товарищ плюсов на полном серьезе ссылается на большой взрыв это популярная распиаренная на настоящий момент теория происхождения вселенной но теория с научной точки зрения из физической точки зрения невозможно это просто стыд и позор который когда-то люди поймут что это стыд и позор эту теорию от меня в чем заключается сама суть идеи суть идеи заключается в возможности расширения пространства и у нас какой-то контрольный момент столько-то миллиардов лет назад было там 12 сейчас у них 13 8 к 14 пошло-поехало они меняют эту дату но факт то что в тот момент у нас образовалась пространство и материя пространство начало разлетаться вместе с вот это вот само по себе антинаучный бред у пространства нет такого свойства чтобы разлетаться нет раз свойства растягиваться нет свойства ограничиваться нет свойства зарождаться у него нет того фактора который вы могли бы раз растянуть или как-то воздействовать произошла эта теория мы подробно давали анализ по этой теории какие ошибки теоретически мне заложено почему это является лженаукой это полностью доказанный материал но товарищ клёсов на эту вещь ссылается то есть у нас великий ученый не побоюсь этого слова великий ученый пропагандируют лженауку кроме того своих публичных общения своей публичной деятельности товарищ не стесняется общаться с конченными уже учеными вот прям совсем стыдными просто прошу уважаемый анатолий поберегите свою репутацию вы нам нужны вы для нашей страны для нашего народа вы очень замечательный человек просто с низким поклоном и просьбой берегите свою репутацию не популяризируйте лженауку с вами был виктор катючек телеканал научный трибунал подписывайтесь распространяйте нашу информацию катючек 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 веселый человек катючек 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 двадцать первый век катючек 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова